Здравствуйте, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на канал про астрологию! Меня зовут Виктор, а это ваш лунный гороскоп на следующую неделю, с 6 по 12 мая. Множество разных событий может вас поджидать, поэтому наливайте чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые прогнозы. Мы начинаем! В понедельник луна в знаке зодиака Овин в вашем пятом доме гороскопа, а это все, что связано с вашими детьми. Луна в Овне будет призывать вас к активным действиям, к инициативе, и вы можете начать доказывать кому-то, что вы прекрасная мать или прекрасный отец. Больше захочется проводить время с детьми, участвовать в их личной жизни, если уже они достаточно взрослые. Также пятый дом – это все, что связано со спортом. Если вы планировали заняться физическими нагрузками или фитнесом, записаться в спортзал, то понедельник замечательно для этого подходит. Творчество и хобби – это тоже пятый дом гороскопа. И по луне в Овне вы можете начать реализовывать любые идеи, которые к вам приходят в понедельник. Вот прям пришла какая-то муза, и вы сразу воплотить, захотите ее в жизнь, сразу реализовать ее в своем творческом проекте. Если у вас есть собственный бизнес, то луна в Овне будет призывать, чтобы вы навязывали свое мнение окружающим, своим подчиненным или коллегам на работе, что только так нужно делать, что только так правильно. Как будто вы не будете слушать чужие мнения и точки зрения. Но я вам советую, дорогие стрельцы, обязательно идти в понедельник на компромиссы. Если вы планируете какие-то выступления, шоу или презентации в понедельник, у вас должно все пройти достаточно успешно. Вторник, луна в знаке зодиака, телец в вашем шестом доме гороскопа. А это замечательное время, чтобы обратить внимание на свое здоровье, самочувствие и начать лечение, если вы его откладывали. Во вторник успешно пройдут какие-то консультации с врачами или поездка в какую-то клинику. Также, если нужно сдать анализы, то вторник замечательно тоже для этого подходит. Но одновременно с этим луна в тельце будет вызывать в нас лень, замедленность какую-то. Вот вроде сейчас нужно этим заняться, но вот не хочу идти к врачу. Ну вот нужно мне сейчас проверить организм, но как-то вот прям нет. Лучше на диване полежу, либо выйду на работу, но здоровьем заниматься сейчас не буду. Поэтому обращайте внимание на ваше поведение и настроение во вторник. Все, что связано с домашними животными, это тоже шестой дом гороскопа. Если нужно пойти с питомцем к ветеринару, вторник тоже замечательно для этого подходит. Ну и также луна в тельце проявляет в нас экономность. Но я вам советую, если придется делать выбор, покупать медикаменты или отложить это на потом, я все-таки призываю вас купить то, что вам выпишет врач, и начать лечение. Среда новолуния в том же знаке зодиака в тельце, в вашем шестом доме гороскопа. А это замечательное время, чтобы закрыть свои старые дела, которые вы откладывали на потом. Новая энергия у вас будет присутствовать и может положить конец на каким-то определенным проблемам, которые за вами тащатся. Затем отдавать долги будет намного проще в период новолуния. И отказываться от вредных привычек. Это тоже будет достаточно легче, чем в другие периоды фазы луны. Не стоит выяснять отношения в период новолуния. Лучше перенести какие-то разговоры с любимым человеком на следующую неделю. Перегружать себя нельзя. Если у вас дополнительные обязанности на вас хотят возложить на работе или попросить выйти в дополнительные смены, отказывайтесь. Вы сольете всю новую энергию не в то русло, дорогие стрельцы. И денежные вложения все же тоже лучше перенести на следующую неделю. Но что важно делать в момент новолуния? Это устанавливать новые цели, которых вы будете достигать в ближайшем будущем. Установка целей, стратегии. Будет проще намного написать и расписать каждый свой шаг, чтобы достичь желаемого. Будет намного проще сделать это именно в момент новолуния. Также переосмысление, обновление нас самих. В новолунии мы задаем себе больше всего вопросов. Кто мы, что мы, чего мы хотим от жизни, к чему я стремлюсь, в чем мой смысл жизни. И вот именно в период новолуния вы можете найти ответы на ваши личные вопросы. Я вам желаю это. Четверг, пятница и суббота. Луна в знаке зодиака, близнецы в седьмом доме гороскопа. Хорошее время для одиноких стрельцов. Наконец-то с кем-то познакомиться, завести романы, пообщаться с противоположным полом, сходить на свидание, попить чашечку кофе. Во-первых, луна в близнецах будет вызывать вас открытость, контактность. Вы будете легче заводить знакомство. Вы будете легче на общение. Вот просто, знаете, даже на подъем. Поэтому четверг, пятница и суббота замечательно подходят, чтобы наладить личную жизнь. Если вы уже в браке или в отношениях, то это замечательное время, чтобы остаться вдвоем с любимым человеком, пообщаться, куда-то с ним выбраться, поделиться с ним информацией, какими-то сплетнями, новостями. Если вы давно не общались на какие-то очень важные для вас темы, то в течение этих трех дней вы сможете все-таки как-то даже наладить свои отношения, найти какие-то компромиссы. Седьмой дом гороскопа – это переговоры, это интервью. Если у вас в течение этого времени будут какие-то собеседования, если вы сейчас в поиске работы, они должны пройти удачно. Затем усиливается воображение и сообразительность, когда луна в близнецах. Если вы занимаетесь интеллектуальным чем-то, какой-то работой, пишете, что-то сочиняете, то в эти три дня, с четверга по субботу, вас может посетить какая-то новая идея, новая муза. И вы можете придумать что-то новое. Ну и также стремление браться за все дела сразу. А эти дела могут касаться каких-то судебных процессов, плюс отношения, плюс переговоры, плюс все, что касательно с красотой, что-то переустанавливать, что-то устанавливать, покупать в дом, покупать для себя. Вы можете взяться вот за несколько вот этих дел одновременно. Я вам советую все-таки, стрельцы, расставить приоритеты и не распылять всю свою энергию на все и сразу. Иначе есть вероятность, что вы что-то все-таки не закончите. Воскресенье, луна в знаке зодиака, рак в вашем восьмом доме гороскопа. А это романтическое настроение, плюс еще обостренная интуиция. Вы, условно, будете заряжены и уверены в том, что, если вы замужем или в отношениях, или женаты, что это воскресенье мы проведем замечательно с любимым человеком. Вы можете, не знаю, подарить букет цветов своей любимой женщине, или подарить эти новые чистые носки своему мужчине, или просто какой-то ужин романтический устроить. У вас будет на это энергия и, возможно, даже желание. Вот очень сильно. И, кстати, слушайте свой внутренний голос, как он говорит, так и действуйте. Если вы хотите удивить любимого человека, в воскресенье вы найдете вариант, как это сделать. Затем материнские чувства усиливаются, эти качества усиливаются. Если у вас есть дети, вы захотите больше с ними провести время, может быть, первую половину дня. Восьмой дом гороскопа – это чужие деньги, кредиты, ипотеки, премии, льготы, выплаты какие-то. От государства, от бывшего мужа, от бывшей жены. Может быть, в воскресенье вы будете обсуждать эти вопросы с любимым человеком или с детьми. Также луна в раке – это желание кого-то опекать, покровительствовать, защищать, брать под свое крыло. Знаете, как будто вы можете взять чужую жизнь под свою ответственность. Либо жизнь своих детей под свою ответственность. Если они, допустим, большие уже, такие огромные дети, и вы понимаете, что они не справляются, вы можете сказать «все, я сейчас сделаю, отойди в сторонку». И выручить своих детей вы можете тоже в воскресенье. Может быть, деньгами или каким-то подвигом. Ну и также луна в раке – это склонность верить обещаниям. Особенно это будет касаться, опять же, чужих денег, это кредитов, ипотеки. Если вы планировали что-то взять в этом роде, то не следует слушать специалистов, которые будут вам навязывать свои услуги. Вас могут обмануть. Дорогие, милые мои стрельцы, я советую вам в понедельник больше уделить время детям, хобби или спорту, если вы давно уже откладывали поход в тренажерный зал. В понедельник замечательно для этого подходит. В середине недели, на Волуне, в шестом доме гороскопа. А это время для того, чтобы поставить перед собой новые цели и достигать их. Особенно это будет касаться вашего здоровья и лечения. Не стоит ничего запускать в это время. Ну а выходные дни проведите в объятиях любимого человека. Или сходите на свидание, если вы одинокий стрелец. У вас должно все получиться. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Еще раз, дорогие стрельцы, удачи вам на следующей неделе. Хорошего настроения и веры в себя. Обязательно верьте. И в себя, и в людей, и в добро. Тогда оно быстрее придет к нам в жизнь. Всем до свидания.